всем доброе утро вот мы проснулись в тунисе первый день на новом месте сразу хочу сказать спалось просто замечательно все-таки выбрал эту кровать и сбоку так как поуютней спалось отлично просто сладко и долго кстати тут на два часа назад время поэтому по сути сейчас уже пол десятого в украине а здесь еще только пол восьмого поэтому я выспался отлично отдохнул и готов к тяжелому дню погода замечательная покуда что очень солнечная хотя прохладный ветерок с моря но я думаю что в течение нескольких часов эта прохлада сменится на жару сейчас я пойду на завтрак на всякий случай надел джинсы потому что на ужин меня не пустили в шортах думаю что и на завтрак могут не пустить и вообще непонятно это если нужно всегда на приемы пищи надевать штаны это как-то не очень удобно если ты целый день отдыхаешь в этом отеле теперь надо постоянно бегать в номер переодеваться не зачет упс кажется я сломал розетку я заряжал здесь аккумулятор выдернул и вместе с розеткой не знаю я ж не виноват что он этот так плохо была прикреплена надеюсь меня за это деньги не требует ладно еду на завтрак надеюсь я там буду первый все еще спят вот так обычно бывает нет я был и на завтрак и пришел не самый первый но и последний наверное что нам сегодня бог послал это высота и я и вот такая яичница и сыр помидоры что-то тут еще а тут у меня индейка еще внизу мясо индейки и пирог и фрутовый сок все здесь строго следят официанты я хотел сесть за стол на 4 персонами и сказали ну раз ты один иди на одноместный ну хотя тут двухместный но в общем забился в уголок всем приятного аппетита ну вот я и позавтракал в общем не знаю кидал его какой-то утром все на завтрак приходят кто как в шортах кто в майках а на ужин поделить или нельзя нужно в штанах в общем кто-нибудь можешь мне объяснить почему это а сейчас пришел на задний двор отеля осмотреться на территории здесь вот бассейн на два бассейна этот совсем маленький видимо для детей а тот побольше и наверное поглубже погодка замечательная солнце припекает и при этом прохладный ветерок с моря супер это я так понимаю что то вроде душа здесь у них есть даже теннисный корт а почему-то никто не играет а я бы поиграл хоть я никогда в жизни не играл большой теннис вот я вышел к морю в общем-то отель находится прямо на берегу моря совсем близко минута ходьбы вот такое вот здесь море достаточно чистая насколько я вижу на берегу немножечко есть какой-то зелени и вот такие вот виды на пляже песок белый мелкий лишь шезлонги и вот отель собственно на фоне высота к сожалению нас нет времени загар я бы сейчас наверное попытался быть скупнуться хоть и не сильно жарко и думаю что вода тоже сильно теплая но я бы попробовал не каждый день в тунисе бываешь на пляже но времени у нас нет через 20 минут уже не выселяемся из отеля и едем дальше гулять по другим отелям поход по отелям начался я в номера не сильно заглядываю так просто смотрю вид на двор отеля на фасад а и а и а и и и и Ты ему особенно понравился Да, мы любим котиков Котики нас Он еще молитет У тебя, ты лезешь Котофеич Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы уже инспектируем 4-й отель Маленько поднадоел, если честно Места здесь, конечно, красивые Хотелось бы здесь не просто гулять и смотреть А отдыхать, лежать на одном из этих шезлонгов Но с Элевит Не для этого мы сюда приехали Отдыхать это для слабаков Я не знаю, что это за большущая красная кнопка на стене Но мне очень хочется ее нажать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ух, замахались мы уже за сегодня, честно говоря Я не завидую всем этим ребятам, которые продолжают ходить и смотреть отели Я уже сдался, мне это уже не интересно абсолютно И просто сижу в поле и отдыхаю В тенечке Тут, конечно, огромнейшее лобби Жаль, только интернета нет Что могу сказать по поводу интернета Он почти во всех отелях бесплатный Да, по-моему, во всех бесплатный Может быть, за редким исключением Просто подключаешься, и он уже работает Иногда надо вводить логин-пароль Буквально 2-3 отеля таких встречались Там не вдавалось подключиться Работает он с переменным успехом Не всегда хорошо Такого интернета, от которого я был бы здесь в восторге По-моему, еще не было Если вы сюда приезжаете отдыхать То, скорее всего, это просто сидеть на территории отеля Наслаждаться морской водичкой Или водичкой в бассейне Солнце, массажей и все такое Ну, или можно выехать куда-то на экскурсию подальше Собственно, куда мы поедем завтра-послезавтра А сегодня достаточно скучный день Отели разные, абсолютно разные Здесь достаточно неплохие Есть весьма средненькие На любой вкус и на любую цену Хотя цены тут вообще, в принципе, умеренные В сравнении с другими странами На территории отеля, естественно, все чисто и вылезано Но вот когда мы едем по городу То очень много каких-то строек Каких-то захламленных мест Каких-то пустырей Везде валяются какие-то пакеты Мусор, в общем Я говорю, лучше за территорию отеля не выходить вообще Друзья, мы сейчас в центре города Древнего города, который называется Монастир Вот там вы видите большую старую крепость Ну и здесь много каких-то непонятных комплексов И огромная площадь Огромная площадь, которая упирается вот туда В кладбище И там мавзолей Горячо любимый всеми миссианцами Я не помню, как его зовут В общем, политик какой-то Но здесь действительно было бы неплохо погулять И осмотреть все поближе Но у нас есть всего несколько минут Грустный продавец праздника Что я вижу? Я вижу Санта-Клаус Я вижу Санта-Клаус Я вижу Санта-Клаус Чипсы на развес И люди покупают на лидиру все необходимые запасы и продукты Сейчас сезон чеснока, салат, лабы, горох Ну а теперь я вам покажу, как выглядит мой номер в отеле Мартия Бич Четырехзвездочный Входная дверь Сразу же туалет Кстати, похожая система, как и в предыдущем отеле От входной двери туалет Это, видимо, их не какая-то тунисская штучка Здесь шкаф с сейфом Здесь моя сумка уже лежит Еще один шкаф пустой Отсюда дует кондиционер Я бы его, если честно, выключил Потому что что-то как-то даже прохладно Как тут выключается? Вот так Ой, тише стало Итак, здесь у нас зеркало Ванная комната О, здесь нет ванной Здесь есть душевая кабинка И даже лавочка, чтобы сидеть на ней Первый раз такое вижу, если честно Вот реально, сколько я был в отеле Сколько я видел вариаций всяких душевых кабин И самих ванных Но вот лавочку в душевой кабинке я вижу первый раз в жизни Вот это номер Собственно, умывальник Геле, шампуни Фен Полотенце В общем, все чистенько и миленько И сама комната Вот если честно, мне больше всего нравятся номера вот такого формата Небольшая комната, кровать, телевизор и все Больше мне не надо Вот то, что было в прошлом отеле Когда большущая такая комната Столики, там всякие кресла Куча кроватей Куча мест Ну как-то чувствуешь себя одиноко в такой большой комнате А в этой маленькая, уютная, приятная Телефон, здесь светильники Вот такая картина над кроватями висит Ну, две кровати О, мини-бар Сейчас мы проверим Есть ли что-то в мини-баре В мини-баре пустота Ничего, абсолютно Телевизор, как вы видите, качество показывает не очень Зато футбол И, что самое главное, здесь есть, наконец-то, балкон Кстати, как на него выйти? Ага, вот, сдвигается Отлично Я попал на балкон Опасная дверь, если честно, не знаю Не захлопнется ли она Здесь два стульчика Приспособление для сушки И вот такая дрова красивая Вот такой вот вид у меня из отеля Ветер, сами слышите Прохладно И даже в этот бассейн мне почему-то совсем не хочется сейчас Птички поют В общем, все прекрасно Очень красивый балкон, кстати Вот, с этими заросшими лианами Прям красота Осталось одно Протестить интернет Я буду просто счастлив, если здесь работает интернет И работает хорошо Потому что если его здесь нет Ой, как я буду недоволен Ой-ой-ой. И знаете что? Интернета здесь нет. Вот так вот. Вообще нету сети. Но дело в том, что здесь нет одного такого большого корпуса у этого отеля. Мы сейчас живем в таком небольшом корпусе. И я так понимаю здесь несколько. И видимо для них очень сложно провести интернет во все эти корпуса. Для меня теперь этот отель из четверочки превращается в троечку. С натяжечкой. Ну конечно есть интернет в лобби. Но я еще не проверил его на качество. Что-то я думаю что он может быть не очень хорошим. А еще знаете что? Решил я подзарядить свои гаджеты. И знаете сколько здесь розеток в этом номере? Аж ни одной. Реально нет ни одной розетки, в которую можно воткнуться и зарядить. Есть розетка, в которую воткнут телевизор и холодильник. Ну ладно, телевизор я могу отключить. Или в принципе холодильник тоже. Может я преувеличил. Одну розетку я нашел. Одна в ванной для бритвы. Ну елки-палки, ну это вообще не серьезно. Ну как может быть отель, в котором нету розеток для жильцов? А ведь мне реально нужна не одна розетка. Мне надо три как минимум. Мой тройничок пригодится наконец-то. Расположился я в номере и решил посмотреть на территорию отеля. Коридоры. Вот о чем я говорил. Двухэтажные такие постройки. Вот напротив еще один корпус трехэтажный. Надеюсь я сейчас найду дорогу, потому что я уже не помню как меня сюда вели. Смотрите апельсины. Или это мандарины. Или мандарины, или апельсины. Сложно сообразить. Наверное дикие. Потому что они гнилые и никто их не ест. А я в Греции когда-то ел дикие апельсины. Мне очень понравились. Потому что они такие кисленькие. И это очень классно. Такая винтовая лестница. Вот здесь есть открытый бассейн. Выглядит конечно очень красиво. И есть закрытая часть бассейна, где собственно люди сейчас и купаются. А на улице холодновато. Видите тут такой каскадный бассейн. Я даже не знаю можно ли сюда залазить. Может быть он просто декоративный. Но выглядит красиво реально. Вот тут такой мостик декоративный. Попробую дойти до моря. Посмотреть как море выглядит. Он говорит, что в море реально вода теплее, чем в этом бассейне. На самом деле я не боюсь так холода. Я бы с удовольствием сейчас тоже окунулся. Поморжевал бы. Но нужна компания. Самому скучно. Девочки уже купаются вовсю. Там фотографируются. У них фотосессии. Ну как водичка? Класс! Офигенно! Класс, конечно. Что-то вы сухие. У тебя сухие. Я сейчас знаю, где все полезно. Ага. Ну спасибо, друзья. Пойдущие. Столько счастья на этом лице. А ну давай вулачивайся. Некоторые все-таки побаиваются заходить в воду. Прыгай! Ооо, только посмотрите на это. Это так мило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нормальные пацаны пьют красное Спасибо за просмотр! Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями Также смотрите другие видео на моем канале И конечно же подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях До встречи!